Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я просто крайне удивлен тому, сколько шухера навело мое видео по поводу того, что мне выпал приказ. И знаете, ребят, я считаю себя человеком с высокими моральными ценностями. Я понимаю, что это крайне нескромно, наверное, с моей стороны такое заявлять. Но считаю, что признаком наличия высоких моральных ценностей у человека является возможность не только давать слово, но еще и его держать. И когда-то я сказал и продолжаю говорить по поводу того, что я буду абсолютно честен со всеми своими зрителями и ни в коем случае никогда не буду обманывать вас. Поэтому, ребят, хотелось бы внести ясность по поводу приказа, который я только что вам показывал. Под комментариями сначала начался дикий шухер, начали меня обзывать, хейтить. Хейтерам я уже ответил в своем видео отдельном. Ребят, посмотрите, я думаю, вам будет неинтересно, потому что ничего приятного для себя вы там точно не найдете. Я имею в виду конкретно хейтеров, и мое мнение о вас неизменным останется навсегда. Если вы не умеете уважать людей, вас уже никто не переучит. Если вас мама с папой не научили тому, что уважение к другим людям это основная прерогатива нормального человека, воспитанного, то, наверное, с этим вам жить всю жизнь. Ну и самое обидное, то, что вы этим ртом потом хлеб едите и матерей своих целуете. Ну а что касается самой ситуации по поводу боевого пропуска. О, господи, боевого пропуска, простите, заговорился. По поводу приказа, который мне выпал. Ребята написали в комментариях по поводу того, что данный приказ можно получить, купив себе набор в Steam. И я посмотрел у себя в хранилище в отношении наличия у меня машины, соответствующей, а именно легкого танка Type 64. Да, действительно, он у меня появился в ангаре. Я не приобретал себе данную машину в Steam. Но, как видите, она у меня есть. Она есть у меня абсолютно голая, лысая. Я не играл на этой машине. Я даже не заходил в ее технические характеристики, как вы видите. И эта машина каким-то дивным образом появилась у меня в ангаре. Справедливости ради, стоит заметить, что действительно в Steam до 23-го числа есть набор с Type 64. И, наверное, действительно, при покупке или при получении данного набора вам будет начислен приказ, который я показывал. Получилась ситуация следующая. Как я понимаю, это мое предположение, но, скорее всего, оно верное. Я зашел сегодня утром в игру. И мне на весь экран выпало сообщение о том, что у меня появился приказ к выполнению. Я был больше, чем уверен, что это приказ. Ну, вот точно такой же, как, допустим, вот этот приказ, который ВГ начислил всем по поводу золота. Хотя говорили мне и продолжают говорить, что нет такого приказа на голду. Короче говоря, приказ появился так же, как появляются и все другие приказы, которые мы получаем от Wargaming'а, либо от Лесты. Я, обрадовавшись, сделал принтскрин данного приказа для того, чтобы с него сделать соответствующую превьюшку. Закрыл игру на своем ноутбуке и пошел к стационарному компьютеру, на котором открыл игру. И в своем ангаре, стоя на вот этой вот машинке, на ПТшечке премиумной, на блохе, открылся обычный ангар. Я зашел в запись видео, записал для вас ролик о том, что мне выпал приказ. Зашел, показал этот приказ, зайдя в хранилище, в раздел «Разное». Ну и, соответственно, благополучно закрыл. О том, что мне начислился танк, я реально не знал. Я так предполагаю, что, скорее всего, есть какой-то неизвестный мне герой, который отправил мне со Стима подарок. И в последних своих видео я в описаниях к видосам написал, что одной из возможностей поблагодарить меня и поддержать меня как автора является не просто задонатить мне через какую-то там ссылочку, но и отправлять мне, можно, поддержку финансовую через Стим. И указал, на какой конкретно никнейм можно эту поддержку сбрасывать. Скорее всего, нашелся желающий, который отправил мне данный наборчик на машинку. Я, безусловно, сниму обзор. И я крайне благодарен тому человеку, который отправил мне данный диво-подарок, который натворил Шухеру, ну и взбудоражил огромное количество людей. Если я кого-то ввел в своем видео в заблуждение, я приношу свои искренние извинения. Но, ребят, давайте будем откровенными. Когда я получаю приказ, или когда мне выпадает вот такой вот рейтинговый ивент, допустим, ну не должен же я проводить какие-то следственные мероприятия для того, чтобы уточнить, а точно ли это будет у всех, а есть ли оно, или это Wargaming лоханулся на чем-то. А у меня уже были такие ситуации, когда я выкладывал видео о том, что мне выпало к выполнению, но забрать я не смог. И я писал Wargaming, и знаете, что мне ответили? Несмотря на то, что у меня есть видеозапись того, что мне это выпало, мне написали из Wargaming, а вам не могло такого выпасть. Короче говоря, ребят, я не могу реально, выпуская видео, постоянно проводить, как я уже сказал, следственные действия и следственные эксперименты. Мне что Wargaming дает, тем я, ребят, с вами и делюсь. И поверьте, у меня нет абсолютно никакого желания кого-то вводить в заблуждение. Я не пользуюсь кликбейтом, я никогда вас не обманываю, я никогда не обещаю то, чего не выполню или не собираюсь выполнять. Если вы за честность автора, подписывайтесь на канал. Если я вам не нравлюсь как автор, вам проще просто не смотреть мои видео, чем смотреть их и писать мне гневные комментарии с нецензурной лексикой. Ребят, уважайте себя, уважайте других. Я крайне рад всем зрителям, которые меня поддерживают. Ну а по поводу хейтеров, свое мнение я уже высказал. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова